Всем привет! Сегодня я вам хочу отчитаться о второй неделе моей работы с диетологом. Если вы не знаете, о чем идет речь, то у меня на канале есть целый плейлист. В течение трех месяцев я буду работать с диетологом, и она поможет мне избавиться от моих дурацких привычек в питании, начать правильно питаться, поможет мне избавиться от целлюлита. В общем-то, весь этот процесс я буду снимать, отчитываться каждую неделю. И таким образом я надеюсь, что это тоже вдохновит многих на то, чтобы тоже начать правильно питаться и заняться собой. И давайте приступим. Первое, с чего мне хочется начать, это с огромной просто благодарности вам, потому что первые мои отчеты были настолько как-то хорошо приняты, я даже этого не ожидала. Настолько много мне пришло каких-то советов, каких-то рецептиков, каких-то хитростей. И, в общем-то, я просто читала и радовалась этому, потому что я поняла, что многие уже через это прошли, у них есть какой-то опыт, они могут что-то посоветовать. И многие через это сейчас проходят или думают, чтобы как раз встать на этот путь. Поэтому я уверена, что эта тема всем актуальна. И огромное вам спасибо, что делитесь какими-то действующими, действенными рецептами, действенными какими-то советами. Если вам есть что добавить к тому, о чем я буду говорить, обязательно напишите это внизу, потому что девчонки все это читают. И все в одном видео вместить невозможно. У меня есть моя маленькая черная книжечка, куда я каждый день записываю какие-то свои наблюдения, то, что я кушала, какие-то рецептики я сюда вклеиваю. Поэтому на основе этого я и буду делать свои отчеты. Я себе тоже выписала какие-то чекпоинты, на которых нужно остановиться, обязательно рассказать. Поэтому давайте именно с этого и приступим, чтобы видео это не было таким длинным, как в прошлый раз. Я, по крайней мере, постараюсь это так сделать. Итак, результат второй недели моей диеты и моей работы с массажистом это минус один килограмм. На первой неделе я сбросила полтора килограмма, вторая неделя пошла немножко более так сложно, потому что первый вес всегда сбрасывается легче. Всегда уходят какие-то лишние воды, лишние газы, лишние там, ну, короче, всякое такое вот, что у вас есть в кишечнике, забитость, да, какая-то. Вот это когда уходит, уже, считайте, минус килограмм у вас как минимум есть. А дальше вес все более упрямый и упрямый, и организм понимает, что ему нужно отдавать его запасы, чего он, конечно, не хочет делать, и он это сделает довольно упрямо. Но все-таки мне кажется, что результат минус один килограмм за неделю это очень хороший результат, потому что мне не нужно сбрасывать, я не знаю, там, 20-30 килограммов. То есть для меня это очень такой хороший темп. Килограмм в неделю это отличный даже темп для меня. И что я заметила, вот первую неделю я сбросила полтора килограмма, но вот я смотрела на себя в зеркало, я не увидела в себе каких-то изменений. То есть я не увидела, откуда эти полтора килограмма с меня слезли, но на второй неделе я конкретно увидела, что на 13-й день у меня живот стал плоским. То есть у меня, в принципе, всегда живот был довольно накачанный. Я легко качаю пресс, то есть я могу много подходов делать, и всегда пресс у меня был довольно такой подкачанный. И если вы следите за мной в Инстаграм, то я там выкладывала фотографии, и я считаю, что он довольно так достойно выглядел. Но в то же время, в последнее время, у меня вот именно в районе под пупком появился такой пласт жира. И из-за того, что тоже часто у меня какие-то были вздутия живота, живот не был плоским, и я вот чувствовала постоянно какую-то тяжесть в районе желудка, и вот этот вот пласт жира, конечно, меня конкретно раздражал, потому что я не знала, как от него избавиться. И вот на 13-й день я увидела, что у меня реально живот стал плоским, именно такой красивый плоский живот. Вот немножко вот этот вернулся рельеф мой с тех времен, когда я качала пресс. Короче говоря, я очень довольна этому результату была, и мне безумно было приятно это в зеркале увидеть. Что касается остальных частей тела, то сильно какой-то разницы я не заметила. Единственное, есть вот такой вот неоднозначно какой-то странный результат. На мне стали по-другому сидеть вот любые брюки, джинсы, и именно каким планом они стали сидеть по-другому, это я постараюсь объяснить. Когда я пришла к Насте, Настя это мой диетолог, и по совместительству массажист, ее контакты, кстати, будут внизу, если вдруг вы захотите обратиться тоже к диетологу, к массажисту, то она работает и удаленно, поэтому можете к ней обращаться. Так вот, когда я к ней пришла и показала ей то, в каком состоянии у меня сейчас тело, она сказала, что в принципе, как бы ничего такого прям сверхъестественно ужасного нет, но у меня опущенная попа, то есть она потеряла как упругость, и она так вот опустилась. Я этого в упор не видела, но когда я пришла домой после этого и вот сделала вот так вот, да, руками, то есть я подняла себе пятую точку, до меня, вот, у меня просто как осенило, я такая, ааа, теперь я вообще понимаю, о чем она говорит, потому что реально, когда вот делаешь вот так вот, да, вот это движение, все совсем по-другому выглядит, вот реально, вот вообще кардинально по-другому это начинает смотреться, и я вот в упор этого не замечала, мне казалось, что как бы, ну это обычно, то есть вот эта складка под копой, она должна быть вот просто минимальной, вот чтобы вот чуть-чуть она совсем была, если у вас складка довольно сильная, это значит, что у вас уже попа обвисла, и нужно либо заниматься, то есть что-то делать, какие-то физические упражнения на именно попу, для того, чтобы она поднималась, либо опять-таки, чтобы массажист это все поднимал. Так вот, после того, как я сделала три сеанса массажа, я начала надевать вот любые брюки, любые штаны, и я поняла, что вот как будто у меня попа реально сместилась наверх, вот я не знаю, это какое-то странное ощущение, то есть в тех местах, где раньше было свободно, то есть выше, да, вот немножко выше было немножко более свободно, сейчас там более плотно, а вот чуть-чуть ниже, вот в ногах, стало как будто немножко свободней, то есть реально как будто она немножко поднялась, и я пока не знаю, то ли это мне кажется, то ли это мне причудилось, то ли это самовнушение, но вот реально все те брюки и джинсы, которые я носила до этого, которые на мне сидели, вообще идеально, они на мне начинают как-то странно сидеть, то есть как-то я больше ощущаю какую-то тугость именно сверху, вот в районе попы, там где она начинается, и немножко более свободно к низу, может быть я так худею как-то непропорционально, но это то, что я заметила, поэтому делюсь с вами этим, и хочу узнать, у вас тоже так было, вот после какого-то антицеллюлитного массажа, или после какого-то, какой-то физической нагрузки, то есть придумала это я себе, или что это вообще, как это воспринимать, вот, теперь что я собственно делала, для того, чтобы потерять этот килограмм дополнительно, особо у меня в принципе ничего не изменилось, то есть первые 10 дней, у меня второй завтрак заключался в очистке отрубями, я делала рецепты с отрубями, и вот 14 дней, вернее 10 дней, я вот строго каждый день на второй завтрак ела, какие-то продукты с отрубями, потом на 11 день, у меня началась чистка печени, и для этого мне нужно было пить сок свеклы, скажу откровенно, соком свеклы у меня сложилось плохо, потому что я первые 3 дня пила его, ну как бы как надо, и последние 2 дня, я вот просто тупо прохалянничала, вот откровенно признаюсь, я его не пила, практически вот вообще не пила, и как собственно нужно принимать сок свеклы, это в первый день, вообще эта вся чистка рассчитана, у меня была на 5 дней, в первый день после каждого приема пищи мне нужно было выпивать чайную ложку свеклы, на второй день столовую ложку, потом там где-то, я не знаю, сантиметр на донышке стакана выпивать, потом больше, и на пятый день половину стакана сока свеклы после каждого приема пищи, в общем-то, когда уже вот этот размер жидкости дошел до довольно большого объема, я, признаюсь честно, я перестала его принимать, потому что у меня просто слишком много времени на это уходило, и как-то мне было вообще не до этого, поэтому если была бы соковыжималка, было бы, конечно, намного проще, но так как не было, то, короче говоря, я пропустила этот шаг, и что касается конкретных рецептов, что я кушала, значит, из такого более-менее интересного, я приготовила суп на какой-то там девятый день, по-моему, который мне даже понравился, что я сделала, это, опять-таки, бульон второй варки, то есть я забросила туда индюшку, довольно крупно порезанную, забросила туда, сварила бульон, слила этот бульон, и потом налила воду заново, и туда добавила немножко картошки, добавила туда немножко риса, и решила добавить еще грибы, но грибы я решила не просто так набросать туда в кастрюлю, я их мелко порезала на такие как бы дольки, засунула в печку и посыпала перцем, они в духовке немножко так как запеклись, и набрались какого-то такого интересного аромата, я это все потом смешала с моим супом, и вот получился очень такой вот интересный, ароматный, немножко вот с перчиком такой какой-то супчик, вот этот реально мне даже принес какое-то удовольствие, то есть когда я его кушала, мне было даже вкусно, и я его хотела кушать. Еще один интересный рецепт нашла в интернете, называется это диетические сырники с отрубями в духовке, оригинальный рецепт я оставлю внизу, сейчас скажу очень быстренько, как я его готовила, значит все что нужно это куриное яйцо, я использовала вместо сахара или заменителя сахара, я использовала мед, потом нужно разрыхлитель для теста, обезжиренный творог и отруби, все что нужно по сути это смешать творог, яйца, овсяные отруби, добавить разрыхлитель, потом добавить немножко меда, добавить творог, это все размешать, и выложить массу эту в силиконовые формочки, поставить в разогретую духовку, и когда оно начинает вот так вот золотиться, уже можно доставать, и в общем-то когда оно стынет, уже кушать. Я немножко его передержала, я там отвлеклась на работу, и они у меня чуть-чуть подгорели, но все равно они были очень вкусными, вот вообще мне вот очень прям понравилось, я их кушала во время второго завтрака, вместе с кофе, с медком, ну прям вообще, такой десерт был прям супер-супер. Потом, после того, как у меня закончились эти кексы, я помню, что в тот день у меня прям вообще, как будто не было времени, я не успевала сделать второй завтрак, я решила сделать что-то такое, очень-очень быстрое, вот максимально быстро, но в то же время, чтобы это было вкусно. И что я придумала сделать, это я сделала запеканку из творога, и одной ложки варенья, туда добавила 2 яйца, и все. То есть я взяла творог, туда добавила 2 яйца, добавила такую, как бы большую довольно ложку варенья, я сделала, вернее не я сделала, это мамино варенье, я очень люблю вишневое варенье, обижаю просто его. И так как мне надо было что-то быстро, я решила, мед как-то скучно, я решила с вареньем поэкспериментировать. Варенье это, конечно, нифига вообще не диетическая еда, но я эту запеканку кушала 3 дня, и ложка варенья, разбитая на 3 дня, я не считаю это чем-то прям, о боже, какая катастрофа. То есть было очень вкусно, было очень прикольно, такой вот как бы, можно даже сказать, полноценный десерт. И мне вот очень понравилось, вообще готовится буквально, там я не знаю сколько, 10 минут, можно даже 5 минут надо на это все. И запекается, режется на кусочки, можно с собой брать, то есть классно вообще. И еще, что мне очень прям, очень-очень понравилось, это на 14 день я себе приготовила ленивые вареники, тоже диетические. Что нужно для ленивых вареников? Обезжиренный творог, потом яйцо, геркулес и сахар. Ну, сахар я не использовала, опять-таки в этом рецепте оригинальном сахар, но я его не использовала, оригинальный рецепт опять-таки оставлю внизу. Что надо сделать? Творог нужно протереть через сито, добавить туда яйцо, и геркулес я использовала вместо муки, то есть вот овсяная вот эта вот каша, я ее блендером, вернее, не блендером, а таким как шреддером, как бы таким, размолола в такую, как пыль вообще, и добавила вместо муки. Таким образом я это все хорошо перемешала, и маленькие сформировала, такие как шарики, потом эти шарики раскатала в колбаски, и нарезала, ну, как обычно нарезают ленивые вареники. Я это все сварила, у меня получилось вот по вот этим ингредиентам, по количеству, у меня получилось на два раза. Я сахар не добавляла, так как я уже сказала, что заменитель сахара, вообще для меня это оказалось каким-то провальной идеей, потому что он не сладкий, он какой-то гадкий, и очень много мне людей написали, что заменитель сахара это очень вредная штука, и от многих заменителей сахара, наоборот, даже полнеешь, поэтому как бы я так поняла, что это вообще не особо какой-то хороший вариант, и я решила, что лучше я вообще не буду добавлять сахар или заменитель сахара в готовку, но потом я это буду кушать с медом. И когда я сварила эти вареники, полила медом, блин, это было так вкусно, я не знаю, мне так понравилось, просто это действительно такой же вкуснячий рецепт, и вот сегодня, вот вчера я их кушала последний раз, сегодня у меня их уже не было, и я вот прям за ними скучаю, мне вот опять хочется приготовить эти ленивые вареники, ну вот и действительно очень вкусно было. Еще тоже меня спросили такой очень интересный вопрос, и я думаю, что это актуальная все-таки тема для многих, это как мой муж относится к моей диете, к моему питанию, поддерживает, не поддерживает, кушает со мной, или как я вообще выкручиваюсь. Я скажу так, что довольно давно уже, в принципе, я готовлю для нас отдельную еду, то есть то, что мне надо сидеть там на вот этой диете, не говорит о том, что ему это тоже нужно, то есть я не хочу его заставлять кушать еду там без соли, или, я не знаю, кушать только сугубо курицу или индюшку, если он хочет скушать стейк, и при этом у него нет никаких противопоказаний к этому, то почему он должен кушать там паровую еду со мной, правильно? И я уже как бы очень давно разделила наше питание, и из-за того, что я готовлю много себе вот как бы наперед, то есть те же паровые котлеты, я их сделала там штук, я не знаю, 6-7, и мне, грубо говоря, я по одной котлете там съедаю каждый день, то есть если у меня 6 котлет, это на 6 дней у меня мясо уже готово. Потом тоже кашу сварить, я тоже поставил пароварку, поставил кашу, и как бы это вообще не готовка, я это даже не считаю готовкой. И мужу как бы я готовлю отдельно, то есть я ему отдельно могу что-то там запечь, какое-то мясо, какие-то там, я не знаю, какие-то овощи, он очень любит овощи гриль, вот такое вот всякое. И я очень много запекаю ему, делаю либо рыбу запекаю, либо овощи там с каким-то мясом, вот что-то такое. То есть опять-таки это возвращает меня к тому, что я очень люблю, такие методы готовки, которые не на плите, то есть чтобы мне не надо было постоянно переворачивать, помешивать, там, я не знаю, как-то уменьшать огонь, увеличивать огонь, то есть как бы вот это вот все мне не подходит, потому что это слишком много времени занимает. А такие варианты, как засунул в пароварку, засунул в печку, и как бы и ему нравится еда, то есть мы одновременно едим, например, салат, но так как я ем салат без соли, я сначала смешиваю все ингредиенты, потом в отдельную тарелку отсыпаю себе, а ему уже там солю и как бы приправляю там чем-то, чем ему там хочется. Вот, так же и с другими вещами, например, если мы кушаем один и тот же рис, то себе я, например, рис буду делать не соленый, ему потом в конце уже, когда он почти готов, я ему посолю, и ну таким образом как-то вот я нахожу какие-то методы и способы, чтобы разделить наше питание не кардинально, вот прям совсем уже кардинально, но в то же время из-за того, что я готовлю себе немножко наперед, а ему я могу готовить вот как бы вот по мере надобности тоже могу там наперед немножко наготовить, и как бы таким образом у меня получается все-таки им свою диету выдерживать, и чтобы он кушал нормально и не страдал из моей диеты. Также эта тема напрямую затрагивает тему питания в кафешках, если, например, куда-то идти, сидеть в каком-то заведении, что заказывать, или если, например, приходят гости, как вот самой ничего не кушать, и в то же время готовить там гостям. За две недели, которые вот прошли, я дома принимала гостей уже два раза, оба раза я наготовила нифига не диетическую еду, то есть очень такую насыщенную, калорийную пищу, ну обычную, да, скажем так, что-то такое вкусное, что-то очень калорийное, но в то же время я вполне себя нормально чувствовала, когда кушала свою еду за тем же столом, то есть все гости ели то, что я приготовила, а я ела свою диетическую еду, и также, когда собираются гости, зачастую там принято что-то выпивать, там какое-то вино или что-то такое, я, у меня дошло вплоть до такого, что я вот в винный бокал налила себе зеленый чай, и он выглядел как белое вино, я со всеми чокалась как бы, и это ни у кого не вызывало такой реакции, знаете, как бывает иногда, ой, там типа, что ты не пьешь, давай там выпей с нами, вот, то есть как бы я вроде как и со всеми, но в то же время все равно я делаю то, что как бы мне нужно. Абсолютно то же самое касается и кафешек, если вы уже пришли в кафешку и уже понимаете, что вы будете что-то заказывать, я уверена, что в любой кафешке, в любом каком-то заведении, более-менее приличном, можно найти какой-то вариант, какой-то еды, которая не будет за гранью вашей диеты. В самом крайнем случае вы можете попросить сделать вам какой-то салат из сезонных овощей, попросить его не солить, попросить его там не заправлять какими-то заправками, если они это делают. Конечно, если вы идете в пиццерию, то там вы, скорее всего, не найдете какое-то диетическое блюдо, но в то же время тогда кушайте дома, а потом встречаетесь с друзьями и идите в заведение, пейте там чаек. У меня тоже было несколько так раз, что мы на вечер планировали куда-то идти, но я заведомо знала, что там мне особо кушать нечего будет, поэтому я ела дома и подстраивала время встречи именно так, чтобы поесть дома, вот в 7 часов поесть и после этого там на 7.30, например, встретиться с друзьями. И я сидела так же, пила чаю к себе спокойно и как бы абсолютно отлично себя чувствовала. И последнее, что мне хочется сказать по этой теме, это то, что диета и вот именно перестраивание себя на правильное питание, это в первую очередь психологический момент. Если вы воспринимаете диету как наказание, что вот мне 3 месяца сейчас надо продержаться, чтобы похудеть, а потом я ж дорвусь там до своих любимых тортов, я дорвусь там до пиццы, макарон и все это сыром там сверху посыплю. То есть это неправильное мышление. С таким мышлением ваш организм заведомо готовится к тому, чтобы максимально долго растягивать весь этот жир, то есть минимально его отдавать, потому что, ага, вот там вот есть такая вот дата, которая вот как бы, когда я все это получу опять, то есть мне сильно сейчас вот не надо раздавать направо и налево жир, то есть я вот уже совсем скоро начну получать то, что я хочу и дальше себе это все откладывать по всем закромам. Правильное питание, это в первую очередь и в самую главную очередь, это ваше психологическое состояние. Если вы употребляете еду как наказание, она вам точно гарантированно ничего хорошего не принесет. Вы от этой диеты только настрадаетесь, вы будете в постоянном стрессе, вы будете в постоянной какой-то голодной, я не знаю, голодном каком-то полуобморочном состоянии. Не нужно так делать. Если вы хотите перестроить свои привычки питания, начинайте ценить ту еду, которая для вас полезна. То есть вы кушаете еду, вы чувствуете себя лучше, вы выглядите лучше и от этого получаете наслаждение. От того, что вот, вот я уже вижу, вот там у меня вырисовывается талия, у меня уже стали более красивые бедра. И вот кушая вот эту несоленую кашу, вот думайте о том, что вот насколько оно идет вам на пользу, насколько это все классно. И когда вы в следующий раз пойдете в пиццерию, вы, вот нет уже такой тяги вот бешеной какой-то, что, о боже, я бы эту пиццу сейчас бы там съела просто две, и дайте мне еще и заверните одну с собой, а я бы тут, короче, ем какой-то рис там паршивый. Нельзя так думать. Нужно перестраивать свою психологию и понимать, что вы это делаете для себя, и вы для себя делаете добро. Тогда и только тогда вы не будете срываться с диеты, у вас не будет каких-то, я не знаю, негативных последствий. То есть все делайте с умом. Если вы от чего-то не можете отказаться, вот прям с завтрашнего дня, не нужно отказываться с завтрашнего дня, потихоньку-потихоньку, просто с каждым днем делайте немножко больше правильного выбора для себя. То, в каком состоянии я сейчас нахожусь, это на самом деле работа многолетняя, потому что я уже очень долго приучала себя к тому, чтобы от каких-то конкретных продуктов отказываться в пользу того, что вот есть продукты, которые лучше на меня влияют. И я таким образом смогла отказаться от шоколада, я его не ем, хотя я его настолько много ела, было время когда-то, когда я съедала вот эту милку большую, сколько там, 200 граммов, по-моему, я ее за раз съедала, вот каждый день я ее съедала вот так вот одним махом. Я сладкоежка, шуткая просто, но вот эта постепенная работа над собой позволяет вам со временем отказаться от каких-то продуктов и уже без такого просто бешеного с пеной у рта какого-то остервенения пытаться сожрать лишь бы что-нибудь там, что хочется. Поэтому работайте над собой каждый день. Если вы сами не можете, то обратитесь опять-таки к диетологу, потому что диетолог сможет вам расписать диету, пускай это будет диета там, я не знаю, не на месяц, пускай это будет диета на год, но вам распишут диету так, чтобы вы постепенно-постепенно делали более правильный выбор для себя, чтобы сокращать какие-то плохие продукты в своем рационе, больше делать акцент на какие-то хорошие продукты. И самая последняя моя радостная новость, это то, что мои синяки уже прошли от антицеллюлитного массажа, и действительно, первый массаж это самая большая жесть. Это просто такая жесть, которую, наверное, не ожидаешь увидеть, но, в общем-то, после того, как я все подлечила, я вот вчера у меня был опять сеанс массажа, и он был довольно такой жесткий, и, в принципе, я думала, что после него опять у меня полезут синяки, но на самом деле у меня вот остались только вот такие вот легкие следы, как бы, и вот таких вот прям синяков, а уж тем более гематом, у меня не возникает снова, поэтому меня это безумно радует, и я вот сейчас вот как никогда уверена, что у меня будет получаться, и я уже, мне кажется, что я уже начинаю видеть вот эти вот первые результаты, хотя прошло всего две недели, но я уже вот вижу вот эту картинку, которая вырисовывается, она меня безумно радует, поэтому буду заканчивать, наверное, это видео, мы с вами увидимся на отчете третьей недели, обязательно комментируйте, обязательно пишите свое мнение, свой опыт описывайте, что работает, что не работает, я не знаю, все, абсолютно все, что вам есть сказать, пишите в комментариях, мне безумно просто интересно, помимо этого многим другим девчонкам это тоже будет интересно, поэтому, если вам понравилось мое видео, не забудьте ему поставить палец вверх, и до встречи в новых отчетах, пока!